Спасибо большое. Нужно сказать, что в текущем году самая популярная фраза, наверное, следующая, что мы живем непростые времена. Но если посмотреть глубже, возникает вопрос, а когда эти времена были простыми? Если быть честными, то история человечества это вообще цепь и очередность непростых времен. И поэтому человечество придумало другую формулу, что любые кризисные ситуации, они приносят новые угрозы и открывают новые возможности. Сейчас главная задача для правительства, для стран, это как управлять угрозами и как замечать и использовать возможности. В этом контексте, конечно же, времена непростые для нашего региона тоже, потому что тут возникают или обостряются те вызовы, которые существуют уже долгое время. И это, в первую очередь, вызовы, связанные с безопасностью. Чем связано это с текущей ситуацией, когда внимание всего мирового сообщества и особенно стратегический партнер Армении, Российская Федерация, в сфере безопасности, как бы очень сконцентрирован на ситуации вокруг Украины. Есть конкретные опасения, что это может привести к дестабилизации ситуации в нашем регионе. И, между прочим, у нас не очень стабильная ситуация была и в последние годы. Вы знаете, что в 2020 году мы пережили войну. И ситуация была похожа тем, что тогда, когда Азербайджан начал эту войну, все внимание международного сообщества, в том числе Российской Федерации, были сконцентрированы на проблемы, связанные с пандемией COVID. И мы надеемся, что в тесном партнерстве с Российской Федерацией и нашими партнерами мы сумеем управлять этой ситуацией и держать нашу региональную ситуацию под контролем, что очень важно еще и для глобальной безопасности. Но я хочу сказать, что у нас есть еще и хорошие новости, потому что сейчас в экономике Армении появилась очень хорошая динамика. У нас мы в этом году нацелены на экономический рост как минимум 7%. И в этом контексте я хочу подчеркнуть, что Евразийский экономический союз для нашей страны оправдала себя в этой конкретной ситуации тоже. Потому что тот экономический рост, который сейчас намечается в Армении, связан с теми свободами, которые обеспечивают Евразийский экономический союз. Я имею в виду свободное передвижение товаров-услуг, капитала и рабочей силы. И мы это прямо видим. И, конечно, нужно тут поработать над следующим этапом, чтобы поддержать эту динамику, что у нас после такого экономического роста не появилась новая экономическая кризис. Нужно, я думаю, что поскольку тут уже обсуждался вопрос о регионах, я думаю, нужно прояснить, какое отношение имеет Армения к Восточному экономическому форуму и Дальнему Востоку. Общеизвестно, что в текущей ситуации логистические схемы, они меняются, драматически меняются. И если посмотреть на карту, мы можем увидеть и заметить те возможности, которые откроются и открываются для Армении тоже. Вопреки всему, переток товаров из востока на запад и из запада на восток не прекратятся. И от севера по направлению юга, и с юга по направлению севера тоже. И если посмотреть на карту, очевидно, что Армения находится на перекрестке этих путей, этих направлений. И мы думаем, что тут действительно есть возможности, которые нужно попытаться использовать. Сейчас в Армении мы реализуем проект «Север-Юг». Это строительство новой автомобильной магистрали, которая связывает нашу южную границу с Ираном, с нашей северной границей с Грузией. Но тут еще и появляется новая возможность. Вы знаете, что 9 ноября 2020 года, благодаря личным усилиям Владимира Владимировича Путина, было подписано трехстороннее заявление между Арменией, Азербайджаном и Российской Федерацией о прекращении всех военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. И в 9 пункте этого заявления говорится об открытии, деблокировании всех экономических и транспортных инфраструктур в регионе. И после этого, 11 января 2021 года, опять в Москве, в этот раз в Москве, в очном режиме, мы подписали с президентом Российской Федерации и Азербайджана трехстороннее заявление о создании трехсторонной рабочей группы, который во главе вице-премьеров Российской Федерации, Республики Армения и Азербайджана, который занимается вопросами открытия коммуникации в нашем регионе между Арменией и Азербайджаном. И идея этого проекта в том, что Армения получит транспортные пути по территории Азербайджана, Азербайджан получит пути транспортные по территории Армении. В глобальном смысле это возможность открытия новых международных торговых путей. И нужно сказать, что мы очень заинтересованы в этом и надеемся в скорейшем будущем с поддержкой России решить этот вопрос. Тут, конечно, не все решено. Есть неплохой прогресс в работе трехсторонней комиссии, но не все решено, поскольку нужно решить вопросы юридического смысла, под какими юридическими регулированиями будут работать эти дороги. Ну, позиция в общем четкая, что открывающиеся дороги должны действовать под полным суверенитетом тех стран, по которым они проходят. И мы надеемся, что вот на этом принципе мы сможем реализовать этот проект, который мы, между прочим, как и, думаю, логично называем проект «Армянский перекресток». И мы надеемся, что по территории Армении пройдут дороги, связывающие юг с севером, запад с востоком. И я думаю, что этот проект очень важен не только для стран региона, для Армении, Ирана, Азербайджана, Грузии, Турции, но и для Российской Федерации, для дальневосточных стран, для вообще восточных стран, и для африканского региона, и в целом для Ближнего Востока тоже. И это действительно глобальный проект, который мы надеемся реализовать. И поэтому вы знаете, что у нас уже начался разговор с Турцией. Мы надеемся и с поддержкой России наладить отношения с Турцией. И мы интенсивно, интенсивный разговор идёт с Азербайджаном по поводу урегулирования Нагорно-Карабахской проблемы. И в этом контексте тоже мы надеемся на поддержку Российской Федерации, не только как стратегического союзника Республики Армении, но Российская Федерация и очень близкий партнёр Азербайджан. Для Азербайджана тоже это открывает возможности, я думаю. Но я хочу подчеркнуть ещё и роль Российской Федерации, как соприседателя Минской группы ОБС, который занимается урегулированием Нагорно-Карабахской проблемы. Главное опасение, ещё раз хочу подчеркнуть, в чём главное опасение в смысле безопасности в нашем регионе. Я думаю, что, и это обеспокоит нас, что есть силы, которые, думаю, что Россия, которая является ключевым фактором для безопасности в нашем регионе, по крайней мере, такое восприятие в Республике Армении, это фактор, это и подтверждается теми отношениями и теми соглашениями, которые действуют между Российской Федерацией и Арменией. Вот проблема в том, что есть силы, которые думают, что Россия слишком занята украинской тематикой, и это можно использовать как удобную ситуацию для дестабилизации ситуации. И ещё есть такой, ну, я думаю, немножко может показаться забавным эта ситуация, что есть ситуация, когда есть силы, которые очень много энергию тратят на то, чтобы представить Армению в Москве как страну с прозападным правительством, а в Европе и на Западе представить Армению как сильная пророссийская страна с пророссийским правительством, и это тоже добавить как фактор для оправдания дестабилизации ситуации в нашем регионе. Я думаю, что, и я очень рад, что мы по этим вопросам очень находимся в тесном диалоге с нашими партнёрами, пытаясь прояснить наши позиции по всем вопросам международной повестки. И, конечно же, наши отношения с Россией как были, так и остаются, и должны быть стратегически союзнические. И мы надеемся, что вот этот фактор действительно будет ключевым для стабильности мира в нашем регионе. И я хочу закончить своё выступление с несколько необычной мыслью. Я не могу сказать, что я убеждён в этом, но у меня впечатление, что все страны, все правительства мира, все без исключения, хотят мира и стабильности. Все без исключения. Проблема в том, что у каждого своё представление о мире и стабильности, и фактически все войны, все конфликты, они происходят из-за чего. И какая цель у этих конфликтов и этих войн? Конечно, цель ведь мир, потому что все борются за мир, и все хотят мира, все хотят стабильности. И главная проблема вот в этом. У каждого своё представление о мире и стабильности. И наша цель, и наша задача, к сожалению, иногда нерешаемая задача, как бы сблизить наши представления. И представление для глобальных игроков, конечно, это более сложно. Приблизить свои представления о мире и стабильности, о формулах, на котором должен опираться мир и стабильность. Конечно, сейчас очень, в последние годы очень популярна эта фраза «многополярность». И, кажется, в этом тоже есть что-то очень близкое к консенсусу. Но проблема в том, что многополярность тоже каждый понимает по-своему. И тут нужно, тоже нужно как-то попытаться сблизить позиции, как-то представление вот именно участников потенциальной многополярности. Спасибо за внимание. Это всё, что я хотел сказать сегодня. Большое спасибо. 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 Спасибо.